hello everybody плохой канал сегодня мы с тобой поговорим что тебе делать если тебе вдруг захотелось купить харли дэвидсон первое что хотим у тебя мой дорогой друг сказать а не бывало ли у тебя раньше каких-то навязчивых состояний не казалось ли тебе что-либо достаточно долго а вот при том а эти навязчивые состояния могут быть очень натуральными эти могу сказать тебе будет казаться что чего-то есть того чего нет если это так или например у тебя был длительный депрессивный период переживал какие-то страдания может быть личностное я тебе рекомендую обратиться в первую очередь в этом случае к специалистам сейчас в области психиатрии например американской медикаментозная терапия применяется достаточно эффективно и возможно тебе помогут если же ничего бренте не помогает вот ну и прикол конечно и тебе ничего не помогает эти вдруг захотелось каждый дэвидсон почему вообще эту тему изначально обозначил значит потому что мне где-то примерно ну больше полугода точно чуть-то не каждый день пишут люди которые хотят купить хорлей вот так вышло такие люди есть их дофига вот и они все на мой взгляд делают одну и ту же ошибку вот который я уже копипастом пишу им одно и то же ответ вот потом мне как бы я подумал чай это все делал пишу я лучше запишу туши им говорю одно и то же вот переслушайте что я собственно копипащу кстати говоря ссылка на меня в описании можете мне написать но проблем говорим о чем-нибудь другом в контакте смысле так вот смысл в чем значит понятие я хочу купить хорлей звучит примерно так же как я хочу купить honda вот значит honda делает там мопеды gold венге да то есть там africa twin какой-нибудь там вообще все угодно да то есть вот и ходли тоже делает достаточно много разных мотоциклов и зависимости от того какой год мотоцикл мотор там про модели вообще не говорю да то есть в этом есть большой разница вот и часто люди делают большую ошибку которых мы сегодня постараемся с вами поговорить вот то есть у вас нет навязчивого состояния вот так вот значит то что касается я хочу купить хорлей значит первую очередь значит наверно наверно очень часто бывает что люди насмотрели фильмов ну вот и хотят купить хорлей значит я кстати говоря спалил всего один детский фильм мизирайда как-то в него обзор сделаю ничего другой про мотоцикла не смотришь никогда потом мизирайда давно у терминатор смотрел в детстве значит прикол в чем значит на всех практические картины дайте сначала значит на всех практически картинах там господина манана известных там про мототему значит в интернете на всех картинках практически изображен шовел хэд значит шовел хэд это такая классика американского мотостроения которая считается настоящим мотоциклом да как как детских любителей вообще потому что он действительно сыт маслом действительно нихрена не едет они там производился в тяжелые времена к экономические в америке когда у них с топливом были проблемы потом значит там наружнее снаружи масло на си там как раз шло там вот потом значит были дикие проблемы с этим мотором с переделками там его там каким-то китами черно-черно не там бедные книги холи вот и благодаря этому мотору значит хорлей заработал собственно славу ненадежного мотоцикла значит но при этом значит он считается прям для настоящих трублин таких которые прям во все в масле там в болтах прям я байкер боли на чего значит ну достаточно старых фильмах на что он тоже участвовал значит на нем доехать далеко есть люди значит которые ездят и кругосветку на нем там и так далее там не один вот и по-моему даже относительно недавно кто-то проехал значит на нем через весь мир вообще но значит во первых это на любителя во вторых у нас в стране там не так и много значит и самый последний стоит он как бы овер дохрена потому что это такой вот типа музей вот значит про более старые там там подход панк и да и там эти наклэхеды там 40-х годов там когда было там и дадали которые при вообще вот трубли вот они есть в америке на них ездит ездит там на всякие там фесты их местные и вот но у нас это вообще даже не знаю я нет ни одного никак не видел вот ну наверное бывает значит но ты мог это видеть фильмах и ты думаешь что это харлей да это харлей но то что ты собираешься купить вообще нахрен не то вот значит желтых это закончился 84 году значит на кубатуре по-моему 1300 счет там кубов значит и начался мотор эволюшин который производился до 99 года значит на софтейлах ставился значит это не историях я хобей рассказывает про то что ты можешь купить большая разница про историю это вообще как бы все тебе истории можете в интернете читать значит эти просто объясняю что-то можешь купить значит эволюшин значит на все остальные модели коми софтейл был 98 года сделаешь что года ставился туда значит инжектор значит первые какие-то всякие там кто-то на них ездит до сих пор значит на этих инжектор кто-то их меняет тут не плюется это отдельно как потом вопрос религии там кому что интересно вот но делал не в этом значит что такое эволюшин значит это терминатор погоня за тенью микки рурки вот это вот все вот это вот все фильма значит это все эволюшин ребятности значит в это время был подъем значит собственно продаж хабри дэвидсон его известность там это дали тому подобное значит благодаря собственно эволюшина в каком-то смысле он вылез там из такой вот вот которая в годами то значит куда скатил значит после эволюшина значит потребуется нововведение я же не знаю только почему-то много всяких мнений значит из-за японцев не за японцев японцы значит занимает тоже забегать на вперед отдельно сделать где-то там хонда номер пять процентов американского рынка на счета харли дэвидсон занимает 50 процентов американского рынка мотоцикл к слову вот то есть это совсем не наоборот просто но эта ниша как бы то есть в америке любит есть на больших тяжелых мотоциклах они на маленьких мопедках как в индии там или в китае вот поэтому такая вот разница значит на стране почему-то принято считаете что тоже двигаем вперед о том что значит корень популярный какая штуковина японские не ломаются а урал рулит на все это дело советская пропаганда там из журнала moto там 90-х и 2000-х годов и упорно писали вот вот эту вот все ахинею значит и она вот с годами вот вот этот совок до сих пор живет что ковровица да круто а проклятые буржуи значит значит с хорлеем это плохо не войти в аналогии вот она оттуда есть так вот значит появилась появился тинкам значит в каком там девяносто там девятом году значит начал ставится значит тинкам и другой двигатель значит совершенно по-другому сделала иначе какой его плюс насчет что можно от него от подчеркнуть для себя на мой взгляд это самый распространенный мотором на стране значит значит плюсы 2 на мой взгляд те люди которые хотят тинка значит первое его проще продать мочек который обычно после японского мотоцикла мы часто очень меняет вот поэтому он задумывается когда покупает мотоцикл о том что по как бы я буду продавать вот значит для прикола обычно владельцы хобби дэвисных не особо продают то что он им нравится вот а японский обычно сейчас то меняет не знаю потому что не нравится то что меняет хотят чего-то другого а когда как у хорлее обычно больше ничего уже ходить вот ну или бывает все подал как бы больше ничего не хочу так вот значит тинкам значит самый распространенный мотор у него плюс нас первое что его проще продать значит второе он свежий значит вот обычно такие вот аргумент чем он там свежий я хрен его знает вот значит у него есть один на мой взгляд такой ну в это плюс насчет на него можно поставить другие цилиндры большего размера значит на evolution поставить большего размера нельзя но туда можно поставить китами виду мы чтобы там подразировать мотор и сюда можно поставить цилиндры большего сжатия вот и получить тот же самый эффект в общем ну кому черный сет вот считается на что про тинкам вот такая вот плюс значит из значит если ты видел значит тот же самый фильм у нас есть известный с метеором там да может обратил внимание начну вибрации на что-то еще одна часть нас всяких разговоров начать про харли дэвидсон вибрации на мотоцикле харли дэвидсон это не дрожь это вибрация нас японский мотоцикл мотоцикл дрожит просто так достаточно противно вот значит это выбираться в общем-то очень мало на американский мотоцикл вибрирует значит вибрирует очень такую приятную него значит но по ощущение вот от этого дела да то есть и очень приятно работает мотор и он приятную издают приятный звук поэтому когда ты на нем сидишь и он тебя выберет значит тебя создается такое вот ощущение вот езды на мотоцикле харли дэвидсон на мой взгляд это вот основа его такая фишка все остальное там это плюс к этой фишке но это вот это значит так как значит все дружно стремились у нас комфорт у нас это у нас какой 99 год значит вибрации начали постепенно убирать начнута циклах тринкам значит то ставят балансированные валы которые балансируют двигатель и стоят ну и как бы и раньше они тоже были на своем блоке резинки по сути вот значит когда двигатель болтается в районе сейчас постоянный миф о том что значит двигатель значит хорлея дрожит значит постоянно ехать просто более невозможно вот так вот все его колбасит значит кроме софтейл и на всех остальных у я могу ошибаться ведь поправьте я как бы не мега специй просто говорю по своему опыту вот там на огромного количества людей постоянных разборов одного и того же значит абсолютно одних и тех же там миф и того что я как бы знает что сам щупал вот значит у меня мотор стоит в раме на болтах без резинок без нихрена просто вот так вот стоит и все никаких балансированных валов в нем нет это вот чем отличается софт и 8 почему вы собственно покупает это чисто в виде наследия вот ставь всех старых мотоциклов еще в него ну вот раньше еще хардтей был когда рамок без амортизаторов меня значит соответственно вот это вот амортизатор на ну задним айтик висит значит на снизу их не видно там амортизаторах и как бы ну вот это значит проблему вот эту хардтейл решена но двигатель стоит жестко можно ехать да еще обалдеть вот я на нем вот за пол сезона 12000 км проехал вообще и совершенно без проблем очень приятная такая вибрация от нее дикий кайф ловлю абсолютно там в руках везде ты прям чувствуешь мотоцикл абсолютно всем своим существом обалдеть мне вот очень нравится значит над венками когда я попробовал ездить этого ощущения нет вот более того его и нету и на всех остальных мотоциклах но с резинками потому что в двигателе вибрируют в раме только на холостых оборотах вот когда вы смотрите в драже то это когда он стоит на хвостах оборотах как только ты поехал все это дрожь она нивелируется плюс значит руль обычно ухом обидается на резинках еще стоит значит там кто-то говорит о неудобно там выгадает абриды абсолютно прикольно такой мягкий руль такой получается у него так вот прям болтается немножечко там потом значит насчет этих резинок вот эту вибрацию он гасит поэтому рулей вообще нет она там есть где-то в раме там вы чувствуете где-то там жопы извините вот это вот все дело кот значит на цвенкам их нету этой вибрации значит фактически плюс значит есть цепной привод внутри значит которого не было на эволюшен значит и соответственно цветной привод дает призвук значит дополнительно вот и там есть башмак соответственно цепи до который и прижимает который изнашивается вот такой как бы у него такой прикол значит и значит самое основное у него ну на мой взгляд основное у него мощность точно такая как у валюшина значит ничего там разницы никакой нет вот 88 твенкам ничем не отличается насти значит из плюсов так называемых да все есть комфорт вот это да то есть него не дрожит вот но хорлей который не дрожит ну да и говорю ощущение это от него из-за что он дрожит и звучит значит из-за того что до поставили инжектор на сенов в туринге собрать на что станет он еще и не звучит а звучит он только на карбюраторе вот эти патата патата вот эти все звуки это только карбюратор инжектор на инжектор это никак не достигнет можно снять инжектор можно можете снять значит дальше после 2003-2004 могу путать годов начались вот эти все экологические нормы производства вывезли вывезли в тайвайне и начался по сути маркетинг да то есть вся эра закончилась считает что он в девятом году закончилась но как бы вот растянули вот и до 24 года значит после этого начались всякие там перетрубаться и значит это модернизация вот это 88 мотора потом вышел на 96 мотор значит это все разные мотоциклы ребят значит вот шовика до 84 год это один мотоцикл значит до 99 98 если быть точным все остальные кроме софтейла это эволюша не ломучаясь но все дрожит вот так вот все серьезно но при этом все работает после этого начался тинкам значит как у там 99 да то есть в 2003 считается там в юбилейной серии вышла 100 лет махары дэвисом тот за 2004 год формация много ребят может еще раз промотать внимательно послушайте вот значит просто гри одно и то же говорю абсолютно одно и то же значит и после этого начать и начал с 96 мотор который где-то на 80 процентов был мощнее вот это 88 значит и дальше там 103 мотор который был мощнее 96 значит у всех этих моторов и свои собственные болячки там перегрева потому что они все воздушного охлаждения исторические были значит там всякие там я молчу то есть есть владельцы значит который ездит достаточно многих моторах они нравится как бы и слава богу пусть им это нравится я просто вас предупреждаю вятность что принято считать что после где-то 2004 года начался когда другой совершенно хорли и если вы думаете что вот то что увидели в фильмах это тоже самое нет это вообще совершенно разные вещи про остальные модели которые там 2010 и прочих я даже вообще не знаю первых ничего и говорить ничего не хочу я на них пробовал ездить на вид такое прям тайвань с китаем и с индии ты сам в перемешку может все где-то все производится я про это даже говорить не буду я думаю те которые хотят купить такие мотоциклы то миллион за два за три вот этому они вряд ли канал хочу черт его знает нас бюджетные карли можно купить это не знаю до 200 тысяч рублей то есть это там типа спортер может все купить 300 тысяч рублей там 350 можете купить более-менее с сносный там не знаете да и ну какой-нибудь там и даже суфтейл не так много просто вот у ринг может принципе купить там за 400 можно вообще принципе все нормально купить 44 50 я считаю такой вот как бы диапазон значит то считаешь как с японским мотоциклом примерно клуба тур перман тоже самое получите на мой взгляд значит если хочешь купить себе карли сразу тебе могу сказать по мощности мотора ну в моем как представление и потому как чего я ездил чая видел на японский производитель будут мощнее значит потому как у них двигатель мощнее чем вот эти все колесе другой вопрос а нахрену тебе нужно на холлее ты едешь вот у тебя вот это ощущение вот этих вибрации и звука значит его достаточно вот так вот чтобы ехать все быстро сына нафиг тебе не нужно это вот и есть вот эта бородатая езда вот этот прикол ты ощущаешь мотоцикл если еще сам что-то там поговорил вот собственно такая вот история нас поэтому если тебе хочется купить карли на мой взгляд тебе нужно взять зайти на известные сайты дерево начать все это дело висит или мотосалон посмотреть насть прям по годам ты выбираешь до 98 года садишься заводишь пробуешь что это такое значит мотоцикл эволюшн железные выдавлял такая кусок железа вот танк такой балет особенно он электричка вот значит моем прям ты сидишь как на куске железа вы были дров ход и как трактор балет вот очень непривычно до современных людей на свинка на мой взгляд он такой более мягкий вот ты такой заводишь он так дрожит на этих сайлентах там цепи и там никакого звука все по он домой взгляд ближе к японским мотоцикл можно конкретно вот а то что дальше еще ближе к японским еще больше комфорта инжектора там проводов вот это все кучу хни там да то есть и все это ну так не очень просто ремонтируется то есть вот так в гараже то особо не сделаешь поэтому если тебе значит хочется купить на 98 потом ты смотришь дальше на 2004 и если тебя там 2007 по моему год или 2006 это где он что мотор начал сколько-то временем продолжат сто третий значит сто третий совсем современный мотоцикл кажется они конечно мощные достаточно то есть эти 18 уже прям так у их примут это все делал но во первых я о них ничего не знаю а то что я не знаю я говорить не буду вот во вторых ну как бы я вот попробовал да вот но нет шин не понравился я считаю что вот это в 2003 там 2000 там 95 на котором я езжу и там 2015 это вообще просто в совершенно разные мотоциклы поэтому мой друг есть ты решил купить корней у тебя нет навязчивым депрессивных состояний тебе нужно по годам вот это вот отметить взять ли себе прям ручку прям не выписать и попробовать разные модели именно двигателя вот и чтобы понять какое тебе больше нравится понимаешь и тогда ты себе будешь на уметь какое-то представление хочу это хочу это по ремонтной пригодности прочее отдельное видео сделано первое это вот вот что тебе надо сделать не холли это вот не вот это все это не с 84 года по 2018 и 19 это одно и то же нет это разные абсолютно мотоцикл с разными моторами и вообще абсолютно разные по ощущениям думаю тебе это было полезно хоть длинно боли ну коротко вот никак не могу это описать есть только письменные на этом в три абзаца бросить на мой взгляд будет на как бы не так емко вот спасибо тебе мой друг что досмотрел подписывайся на канал ставим лайки дизлайки пишем гадкие комментарии спасибо